всем привет меня зовут белянина анна владимировна и у меня сегодня один назад год после пересадки костного мозга вот выходила сейчас без мысли какой вот сценарий о чем говорить поэтому буду импровизировать и начну наверное с медицинской части да что есть на сейчас сейчас все ok полный донорский химеризм новая группа крови по обычным анализом так по клиническому анализу крови конечно же иммунитет еще довольно слаб потому что он еще формируется в течение двух лет после пересадки формируется костный мозг годик годовалый ребенок еще такой нитенький иммунитетик слабое место это горло стоит мне вот что-то холодное попить что-то холодное съесть из серии мороженое то сразу конечно это все выдается на горло этот хронический танзелит по пару раз в месяц задолбал уже еще из-за стресса конечно же на стресс очень влияет на наше физическое здоровье недавно я потеряла папу и соответственно на стрессе у меня тоже жестко это все тело прочувствовала и выдала это я так сама для себя сейчас тоже рассуждаю вот что еще про жизнь на скорее на после пересадки как видите жизнь есть жива здорова красивого и умна во мне есть такая знаете антисоциальная адаптация потому что ну не потому что на меня чуть-чуть не надо ориентироваться в том плане что я нарушаю многие правила и это вам честно говорю несмотря на то что после пересадки да я заново училась ходить с врачом реабилитологом заново училась дышать естественно по продукту эти вот ограничения были да на фоне низких лейкоцитов но как только лейкоциты там пристигли предела 4 5 я уже начала очень много вредности кушать и каждый раз приходила исповедоваться своему врачу я там бургер заказывала я там суши ела и морепродукты и мясо короче полный рацион я решила что буду приучать свой жкт жить полной жизнью я еще кофе кофейная наркоманка без кофе я вообще не могу единственный мой наркотик вот врач меня слушала говорила спасибо что честно так это рассказывайте про свой образ жизни да это конкретно в питании но все ну там как бы следить собой но это не оправдание но могу сказать то что я все-таки прислушиваюсь к своему организму далее как клинический психолог как медицинский бывший работник и как человек уже который прошел такое заболевала не гея конечно же это все в совокупности дает мне право максимально прислушиваться к этому своему скафандрику и к своим ощущениям внутри вот так все у меня руку потому что она мне уже затекла что еще сказать веду активный образ жизни это спорт но пока не какой-то там сильный до в основном это зарядки в зал я не хожу потому что пока что еще брезгую недавно пошла в бассейн в бассейн при больнице который я точно знаю что каких-то вот там больных людей не будут пускать воду есть реакция до на хлорку да чем там говорить даже городская вода в москве она все равно дает реакцию на кожу кожа такая довольно суховастенькая и бывает вот эти вот красные пятна после воды это нормально это было у меня еще далеко до пересадки и до рака активность это очень важно да даже помню до пересадки мне говорила врач о том что когда как только появится силы делай переседы разгоняй кровь до переседания очень хорошо разгоняют лимфу это знаете как наверное главное лекарство главное лекарство для людей после пересадок как бы вообще в принципе это полезно каждому человеку а вот данным ликозником особенно в феврале я ездила покоряла эльбрус на сноуборде это мне было девять месяцев после пересадки я тогда приехала на контрольную пункцию рассказала врачу меня смотрят говорит белянина у меня пациенты на девятом месяце только разрешение снять маску вот это да в магазине просят а ты уже на лебрусе на сноуборде что вообще как я говорю вообще супер я груз знаете там я даже не на секундочку не заболела на две недели или на неделю с чем на 9 дней ездила там было довольно прохладно холодно мягко говоря на и наоборот его очень хорошо себя чувствовала во время поездки и после нее ночью говорит там воздух вода тоже самое под отличная всем советую кавказ вот с парашютов не прыгала еще куда-то не ездила знаете что хочу попробовать это на вайксерфе покататься но чуть-чуть конечно же я начала стрематься так активного экстремального спорта все-таки за жизнь то переживаю про работу работаю я возвращалась наверное на 3 или 4 месяц после пересадки вообще в целом я работала и между химиями на это такой работа меня заряжает это про энергию про жизнь это я очень люблю как и мое бесконечное обучение напомню что я клинический психолог психоаналитик в модальности транзактного анализа член ассоциации международных психоаналитиков и учиться я начала и работала я еще далеко до диагноза да здесь мне такой появился еще новый опыт классный и за это все время после пересадки до сегодняшнего момента было достаточно много клиентов с различными диагнозами касаемо онкогематологии да это не только лейкозы это различные нами и мелопластичные синдромы и тому подобное я к сожалению или к радости не могу раскрыть кейсы в силу такой штуки как конфиденциальность но могу сказать да такое общее кое-что общее что люди приходят зачастую не запросом о диагнозе откуда у меня это за что почему нет слава богу это даже не слава богу вот как-то и сказала сейчас и задумалась почему слава богу может кому-то интересно но это потом такой знаете пазл складывается что откуда почему да в основном приходят люди во время химии перед пересадка и после пересадки с обычными человеческими запросами до касаемо там каких-то разногласий в семье кто-то решал какие-то дела по бизнесу кого-то там любовные истории у кого что то есть это обычная жизнь это уже потом по секретику скажу пазл то весь складывается очень интересная штука и коллеги не берут таких пациентов вообще в принципе с онкологии а так как я сама прошла через это и я знаю что это просто ну просто люди такие же как все и со своими проблемами поэтому это мои любимейшие пациенты с любой психосоматикой это я вас так люблю с ними так интересно они такие думающие да и ни в коем случае не хочу обидеть там кого-то я просто говорю о том что онкологические пациенты это классные люди это классные люди потому что да особенно которые приходят в психотерапию к психологу они знают ну понимают что ничего просто так в жизни не складывается да все для чего это надо все почему-то происходит и есть так у кого-то какие-то больки у кого-то какие-то нерешенные вопросы вот здесь вот у нас внутри которые нас тревожат и которые конечно же имеют свойство в терапии решаться есть решение поэтому из моих планов сейчас это собрать группу на это кто хочет может на индивидуальную терапию кто хочет можно как раз записаться в групповую терапию да наберется группа именно с онкологическими диагнозами да и нас там будет свои процессы процессы чем полезна групповая терапия в том что за счет таких же людей дата это вот динамики с чем-то общим с таким как онкогематология у людей есть возможность быстрее справиться с отрицанием болезни с отрицанием каких-то недугов либо наоборот с их принятием и скорее начать двигаться в приобретении каких-то новых навыков нового образа жизни вообще жизни а получается набор в группу для людей с онкогематологическим диагнозом в анамнезе и еще очень хочу сделать ну наверное да все таки открою этот набор до групповую терапию для женщин только до женщин после пересадки костного мозга до либо после вот высокодозных химий после которых не могут иметь детей это в основном молодые девчонки где-то до 40 45 лет которые до всего диагноза планировали да и либо вообще было в каких-то дальнейших планах но и за это я думаю здесь даже найти по тексту нужно здесь и так все понятно вот группе будет у нас по 6 человек максимум поэтому пишите наверно скинуть здесь под видео анкету кому интересно заполнять я с вами свяжусь вот и также на днях хочу записать видео со своим врачом-реабилитологом который мне поставил на ноги с такой найти лайтовый лечебной физкультурой занятиями которые мне помогли встать на ноги потому что есть люди с ртпх кожи либо вообще до после присадки как я кто-то не может нормально ходить начать дышать все ключевые упражнения там будут задействованы вот осталось мне только вот врача с оператором совместить по времени и записать это все надеюсь в скором времени это все будет подытожу подытожу потому что больше не знаю что еще говорить жизнь есть после присадки костного мозга после рака крови все есть я как никто другой знаю просто знаете есть там вера и знания когда-то верила а теперь я стоп процентов знаю как тесно связаны наши мысли и наша физика как важно поддерживать себя до поддерживать с помощью психолога психотерапевта во время лечения и после него потому что после него начинается знаете как будто бы продолжение той жизни которая была но на самом деле очень много отваливается очень новых начинается новых процессов в жизни с которыми приходится и приходится надо справляться и строить новую жизнь и это знаете тоже иногда не так легко как звучит поэтому эта поддержка это опора внутри она очень важно вот на этой ноте я с вами пока прощаюсь и ставлю видео с того как я отметила свой годик что эти после трансплантации новая кровь новая жизнь новая динка девочки сказали мне завязать желание и отпустить шарики сделаю как и не сказали динка я Субтитры сделал DimaTorzok